Волонтерский штаб помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с пандемией коронавируса, теперь есть и в Звенигороде. Он открылся на базе Центра поддержки семьи, материнства и детства «Всем добра». Мы прекрасно понимаем весь уровень ответственности, который ложится на наши плечи, когда мы занимаемся подобной деятельностью, но оставаться равнодушными нам совершенно вообще. Не актуально и не хочется. При поддержке главы Одинцовского округа Андрея Иванова на территории Звенигорода запустили акцию «Ты не один» – помощь пациентам больниц, оказавшимся далеко от своих близких. Теперь они могут совершенно бесплатно получить набор предметов первой необходимости. В наборе зубная щетка, кружка, ложка и другие нужные вещи, которые люди просто не успевают взять с собой при госпитализации. Идея провести такую акцию родилась после обращения девушки, которая не могла попасть к родственнику. 3-го числа мы копали как раз в больницу в Звенигород. Мой папа попал. До этого неделю назад он заболел, ему поднялась высокая температура. Мы были скорые, мы с вами в городе Голубе живем, а не в Подмосковье, на Респондентский район. Мы хуже удивлены, помимо того, что разрастила, там был, как папа сказал, консервы, пакет всего. В Звенигороде появились коробки взаимопомощи. Их можно встретить в магазинах и подъездах. Неравнодушные люди кладут туда, например, продукты питания, а нуждающиеся могут взять необходимое. Такая деятельность, она стала востребована. У нас появились и спонсоры, которые привозят нам продуктовую помощь. У нас появились неравнодушные люди, которые тоже оказывают помощь. И вот наша команда, мы тоже готовы, чтобы сделать хоть что-то для людей. С начала работы штаба зарегистрировано уже более 117 заявок на продуктовый набор. И это далеко не все, что будут получать горожане в помощь от волонтеров. Уже готовятся около 300 наборов индивидуальной защиты с масками и перчатками, чтобы те, кто нуждается, получили необходимое. Здравствуйте! В эфире телекомпания Одинцова, программа специальной интервью. Меня зовут Евгения Августина. Сегодня у нас в гостях представители волонтерского штаба Звенигорода Кирилл Егоров и Юрий Шашков. Здравствуйте! Здравствуйте! Ребята, расскажите, пожалуйста, сколько заявок в день принимает волонтерский штаб города Звенигорода? Мы занимаемся обработкой заявок примерно 3-4 часа в день. За это время нам прозванивает порядка 35 семей. Успеваете всем помочь? Ну, стараемся охватить максимальное количество человек. А сколько волонтеров в волонтерском штабе содействует? Сколько участвует человек? 20 человек. 20 человек, и вот 30 с лишним заявок на эти 20 человек приходится. Каждый день все выходят? Или как-то каждый день? Нет, нет, каждый день мы не все выходим. Получается, в штабе у нас всегда сидит 3-4 человека как дежурные. То есть у нас есть линия, которая обрабатывает заявки, ведет учет. Считает, как раз собирает и сортирует пакеты продуктовые. Есть те, которые потом волонтеры приезжают и просто довозят. А волонтеры Звенигорода, кто эти люди? Это студенты или это взрослые, состоявшиеся люди в том числе? Это уникальные люди. Все по-своему разные, интересные. Это и школьники, и студенты, и предприниматели, и соцработники, преподаватели. Это очень сильно помогает нам в нашей деятельности. Позволяет нам открыть какие-то новые методы решения ситуации. И самое главное, что все дышат и насквозь пропитаны одним стремлением. Это делать добро и приносить его людям. Не могу не спросить, Юр, как вы оказались в волонтерском штабе? Меня пригласили. А были мысли отказаться? Нет. Все-таки период опасный, говорят, дома безопаснее. Да нет, думаю, скучно сидеть, помочь людям лучше, чем ничего не делать. Вы занимаетесь обработкой заявок или также ходите по адресам? Хожу по адресам. А вот что самое главное для вас в волонтерской деятельности? Что вам дает? Когда вы понимаете, что это все не зря, не просто так. Помогать людям. Вот это спасибо, которое слышите. Да, они рады, довольны, им приятно видеть. Ну и, соответственно, тоже позитивом каким-то заряжаешься. Кирилл, а как вы пришли в волонтеры? Ну, долгое время меня просто приглашала Наталья Васильевна Шмелева. Она у нас очень такой активный деятель по городу. Мы приходили, посещали мероприятия, участвовали как организаторы, волонтеры. Но не всегда понимали, вот как раз Юля, мы не всегда понимали, в общем, зачем это и что это нужно. А со временем мы как-то взрослели, приобщались к этому. У нас организовала своя компания такая, вот коллектив сплоченный. И мы просто начали ловить самое настоящее удовольствие от того, что люди говорят и спасибо, и вот какой-то такой тепло и отдача. Вот, собственно, вот это вот счастье от доброделания, оно как раз нас и привлекает в этой деятельности. А вот бывает какое-то такое психологическое, эмоциональное выгорание? Все-таки работа с людьми, она очень сложная работа. Да, это достаточно сложно. И порой ты приходишь домой, просто у тебя уже нет сил не готовить, ничего. Ты попил воды и спать ложишься. Но потом утром встаешь, и у тебя уже просто замечаешь за собой, что у тебя есть какая-то тяга снова, просто принести кому-то добро. Как-то, во всяком случае, пожертвовать, что-то передать, хотя бы кому-то даже вот просто контакт дать человека, который может ему помочь. Вот это вот самое вот притягающее нас. Юрий, а какую помощь оказываете? Продуктами, да, ну первое, ну необходимости, там молоко, крупы, масло. То, что каждый день нам требуется. Да, что необходимое. Если нужно что-то еще, но по мере, там медицинской, там лекарства, то за счет личных средств, которые нам выдают сами нуждающие, и мы покупаем, если такая есть необходимость. Волонтерский штаб Звенигорода, он образовался вот сейчас в связи с пандемией коронавируса или существовал раньше? Мы трудимся уже на протяжении четырех лет. Волонтеры Звенигорода организовано было как отдельное направление деятельности добровольчества из организации АНО «Всем добра». Расскажите, пожалуйста, «Всем добра». Наверняка многие жители Одинцовского округа слышали про эту организацию, но немножко конкретики. Чем занимается, кому помогает в деятельности? Полное название организации – это Центр поддержки семьи, материнства и детства. Из названия уже стоит понимать, что эта организация помогает проведению мероприятий или какими-то частными случаями семьям с особенными детьми, с людьми, людям с ограниченными физическими возможностями, ветеранам и многим-многим нуждающимся людям. Я так понимаю, что волонтерский штаб Звенигорода сейчас, кроме того, что заявочно помогает жителям, еще и различные акции помощи проводят. Расскажите, пожалуйста, что это за акция? Да, первое время мы помогали людям точечно, но когда режим самоизоляции продлили, мы столкнулись с самым настоящим наплывом нуждающихся людей. Тогда у нас появилась идея вообще организовать волонтерский штаб, который бы трудился ежедневно на благо людей. И мы, собственно, начали работать. Мы столкнулись с такой, ну не проблемой, с таким аспектом деятельности, что люди порой боятся, стесняются как-то позвонить. Кто-то думает, а вдруг это вот я заберу, а кому-то это действительно было более нужно, чем мне. И на этот счет у нас появились некоторые мысли, как людей, именно охватить тех людей, которые нуждаются в нашей помощи. Были придуманы следующие акции. Акция «Один приход». Она направлена на выявление и поддержку людей, нуждающихся. «Один приход» она, потому что мы сотрудничаем с настоятелями храмов по Денцовскому городскому округу, которые, соответственно, общаются с прихожанами, они знают, кому действительно необходимо. Иногда нам дают список людей, которые мы можем охватить в одном населенном пункте. Иногда люди сами просто звонят от батюшек и получают от нас необходимую помощь. Еще у нас есть акция «Ты не один». Она рассчитана на поддержку пациентов в больнице, родственники которых находятся вдалеке от них. Ну да, мы знаем, в Звенигороде есть больницы, куда привозят жителей всей Московской области. И, конечно, там, например, из Люберец доехать до Звенигорода не так просто. Да, благо на этот случай у нас хорошее отношение с администрацией больницы. Мы можем доставить продукты, ну и любую другую посильную помощь, и оставить ее на охране, которая потом, собственно, передаст все пациентам. У нас есть еще одна акция, называется «Коробка взаимопомощи». Это акция рассчитана на сознательность граждан. Она заключается в том, что ставится коробка на первом этаже подъезда, и люди, от которых не убудут, добавят туда какие-то продукты, крупы, соль, может быть, еще что-то, что от них не убудет. А те, кому действительно это необходимо, прочитают на коробке и возьмут им, если это нужно. Мы уже расставили порядка, даже больше сотни коробок по Звенигороду, и продвигаем эту акцию на территории всего Денцовского округа. Она успешно пока подвигается. Не злоупотребляют люди возможность взять оттуда? Нет, вот как раз-таки есть обратная связь с людьми, которые помогали нам ставить эти коробки. Говорят, наоборот, большой охват населения, люди как-то сплочаются, узнают своих соседей по лестнистой клетке, кстати, впервые. Нашелся повод познакомиться. Да, да, да. Юра, расскажите, пожалуйста, как волонтеры защищены от возможности заразиться коронавирусом? Одеваются специальные маски, перчатки, защитный костюм на всякий случай, если есть. Особенно для тех, кто в 45-ю больницу направляется. Да, на самом деле, кто заходит в зоне риска, одевается костюм специальный, который помогает. А вообще не страшно? Очень нет. Не страшно. Кирилл, а вам? Ну, мы понимаем вообще весь уровень ответственности, да, вот сам риск вообще заражения. Но нас это не останавливает, тем более, что, как Юра уже сказал, мы используем все средства защиты регулярно и проветриваем помещения, и дезинфицирующие средства тоже используем. Вот. А люди-то нуждаются, так или иначе люди нуждаются, и, собственно, наша деятельность направлена на помощь им. Мы помогаем также раздаче, сейчас масочный режим же ввели, да? Конечно. Мы помогаем раздаче масок. Вот вчера было порядка 400 масок роздано в нами. Они давались вместе с продуктовыми пакетами. Также раздавали маски, которые бабушкам, которые не могут выйти из дома, да, дойти до магазина сами. Кстати говоря, в рядах волонтеров есть, ну, скажем так, боевые потери, те, кто заразился, может быть? Слава Богу, на данный момент у нас никто не болел, никто никаких симптомов не проявлял таких. Надеюсь, это будет продолжаться дальше. Средства защиты, как я уже сказал, мы используем, поэтому... Вот для всех скептиков, пожалуй, аргумент, да, волонтеры каждый день контактируют. Они контактируют с большим количеством людей, используют средства защиты, перчатки, маски. И слава Богу, дай Бог так и останется здоровы и готовы помогать людям дальше. А вот когда пандемия закончится, волонтерскую деятельность свернете? Ну, я думаю, что это будет уже не помощь продуктами, да, и предметами первой необходимости. Но волонтеры Зенигорода, как я уже говорил, работают долгое время и охватывают разные слои граждан. Вот, мы продолжим абсолютно точно свою деятельность, а оно всем добра. Продолжат проводить занятия для особенных детишек, вот, продолжат посещать ветеранов, блокадников и многих других. То есть, работы волонтеров более чем достаточно, вне зависимости от эпидемиологической обстановки. Ну, к сожалению, у нас, надеюсь, сейчас изменится вот этот предрассудок о том, что, ну, волонтер, понятно, значит, бездельник. Заняться человеку нечем много свободного времени. Но я так понимаю, что вы к этой категории людей не относитесь, как и другие волонтеры. Вот чем, скажем так, в докарантинные времена вы занимались? До карантинного времени я работал юристом в компании «Нетейщики Партнеры». Вот, благо, сейчас переговорил с нашим начальством, мы партнеры, это основной партнер нашего волонтерского штаба. Мы людям помогаем не только продуктами, еще и психологическую поддержку оказываем, юридическую, кому посильно. Вот, еще я учился параллельно, тоже образование юриста получал. То есть, все время работы не так много? Нет, конечно. Но всегда, когда хочется чем-то заниматься, всегда время находится. Было бы желание. Юр, вы чем занимались? Я работал до карантина в санаторе города Звенигорода, в Гопинцевский центр. Занимался шахматами, в Дон детского творчества уже много лет хожу туда. А вот как волонтерство, это для вас уже образ жизни? Или все-таки со временем начнете заниматься чем-то другим, вот это добровольчество останется в прошлом, таким влечением молодости, юности? Да нет, ты уже привыкаешь к этому, и уже хочется каждый день заниматься. Более того, это уже становится не просто даже частью твоего мышления, это часть твоей жизни, потому что люди тебя по городу знают, узнают. И когда у кого-то случаются какие-то происшествия, какие-то микробеды, они дают твой номер, обращаются, и ты уже кому-то там перенаправляешь их. То есть это в любом случае останется как часть нашей жизни, и мы действительно не хотим с ней расставаться. Это приятно. И спрятаться в домик, чтобы никто не трогал, не хочется? Нет, конечно. Иногда, конечно, всем людям нужно передохнуть как-то, всем нужно как-то расслабиться, разгрузиться, но это часть вообще жизни в обществе. Если у нас не будет взаимопомощи, то мы будем жить как сухие и жестокосердные. Ну да, вот этот период, кстати говоря, мне кажется, научил нас многому. Многие люди стали отзывчивее, многие стали заниматься волонтерством, и дай бог, чтобы это осталось с нами и после пандемии. Ну и, конечно, зрители посмотрят нашу программу, и у многих возникнут вопросы, а как связаться с волонтерами Звенигорода, куда обращаться? Мы есть во всех соцсетях, хэштеги расставлены, волонтеры Звенигорода, телефон «Горячая линия» у нас есть, нас можно найти и в интернете, и тот, кто ищет, всегда находит. Спасибо большое, ребята, что пришли к нам сегодня в студию. Берегите себя, будьте здоровы. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok